В Ленинском районе продолжается период отчётов за первое полугодие 2014 года. На этот раз о проделанной работе отчиталась администрация городского поселения Горки-Ленинские. Заседание состоялось в недавно отремонтированной школе посёлка Петровская. Место проведения было выбрано не случайно. Именно здесь за последнее время произошло много изменений. Долгожданную новость предстояло услышать на отчёте жителям военного гарнизона Петровская. Несколько дней назад были подписаны последние документы о передаче большей части поселения в муниципальную собственность. Теперь городок ожидают грандиозные перемены. Закончен ремонт школы, планируется ремонт детского сада, идёт подготовка к отопительному сезону, меняются котлы и насосы, предстоит замена кровли в двух наиболее проблематичных домах. Вот только местный ДК, о состоянии которого так много говорили, не попал под передачу району. Всё так же он остаётся в собственности Минобороны. Но заведующая Домом культуры Любовь Тихомирова не теряет надежды, что её труды не пропадут даром. На заседании Александр Котов в знак благодарности вручил ей медаль имени Надежды Крупской. Большое спасибо, конечно, администрации поселения Горки-Ленинский. Потому что когда клуб закрыли, когда все эти происходили, я хочу, конечно, огромную благодарность Александру Петровичу Котову. Без его поддержки, без его мощной руки, конечно, мы бы ничего не смогли сделать. Потому что тут и материальная помощь, и моральная поддержка. Заседание продолжилось с отчётом администрации о проделанной работе за первое полугодие. Конечно, говорить обо всех достижениях рано. Итоги будут видны в конце года. Однако и сейчас есть чем гордиться. Уже в поселении идёт рост запланированного годового дохода на 90%. Прежде всего, это связано с развитием промышленных предприятий на территории поселения. Взыскание налогов, собственников земель и дачных участков. Увеличением жилищного строительства. Микрорайон Купельник в районе деревни Сопронова по проекту планировки включает в себя общую площадь жилья для размещения около 9 тысяч человек. В текущем году, уже в 2014 году, будет введён в ноябре месяце в планах застройщика детский сад на 220 мест. До 2017 года будет построен ещё один детский сад на 120 мест. И школа на 800 мест. С момента последнего отчёта была выполнена очистка пожарного пруда в деревне Горки. Весной произошёл капитальный ремонт части дорог. В Горках Ленинских на территории музея-заповедника установлено видеонаблюдение. Начали функционировать две новые детские площадки. В поселении идёт активная помощь социально незащищённым группам населения. Я смотрю просто на дороги, на эти улицы, на эти притомовые территории и понимаю, что здесь люди работают с утра до ночи. Поэтому я также знаю, что оценку деятельности администрации в лице Александра Петровича Котова высокую оценку дала как администрация Ленинского муниципального района, так и Московская полосна. Сделано много, но предстоит ещё больше. Остро стоит проблема мусора на всей территории городского поселения Горки-Ленинские. Уже потрачено 1 миллион 600 тысяч рублей на очистку свалок, и эта работа ещё не закончена. Планируется строительство канализации в деревне Горки, а в Калиновке скоро начнётся реконструкция здания библиотеки, и здесь же будет создан фельдшерско-акушерский пункт. Мы для населения делаем очень много, и в первую очередь именно по благоустройству, по улучшению жизни, строительству инфраструктуры. Я говорю, что запланировано у нас таких два крупных объекта ещё в этом году проектирование уже происходит. Это проектирование реконструкции стадиона и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В целом и администрация, и жители, а это самое главное, остались довольны прошедшим полугодием. Но на этом работа не заканчивается. У поселения большие планы на будущее. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошлева. Видно ТВ.